Экзамены для педагогов. Рособорнадзор в этом году проведет всероссийское комплексное исследование компетенций учителей русского языка, литературы и математики. По мнению экспертов на Всероссийской конференции, посвященной исследованиям качества образования, каждой школе нужен специалист, который будет анализировать, с какими заданиями не справились ученики, и рекомендовать педагогам изменения в учебных планах и индивидуальные занятия с детьми. Однако опрошенные специалисты отметили, что в учебном заведении такой кадр избыточен, а анализировать результаты могут завучи или сами педагоги. В России развивается новое направление, когда люди раздают еду через социальные сети. Группы «Отдай еду даром» уже зарегистрировали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Чебоксарах, Мурманске и в Новосибирске. Отдать можно, например, ненужную банку огурцов или варенья, ведро картошки или десяток яиц. Вконтакте уже больше 6,5 тысяч сторонников такого рода деятельности. В столице нашего региона фудшеринг объединил пока всего несколько десятков участников. На Западе фудшеринг – обычное явление. Только там, как правило, еду раздают рестораны, магазины или кондитерские. В основном это продукты, которые для продажи уже не годятся, то есть они хорошие, не испорченные, просто потеряли товарный вид. Новосибирская область вошла в число регионов, где отмечается снижение количества безработных граждан. Данные мониторинга разместили на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В настоящее время уровень официальной безработицы в нашем регионе превышает 1% от экономически активного населения. В целом по области зарегистрированы 18 тысяч безработных граждан. Хоккеисты Сипсельмаша сегодня проведут очередной матч чемпионата страны. Соперником подопечных Олега Чубинского станет Байкал Энергия. Иркутская команда занимает в турнирной таблице третью позицию вслед за Красноярским Енисеем и Хабаровским СКА Нефтяником. Новосибирская дружина сейчас находится вне зоны плей-офф. 11-я позиция и первое место по пропущенным мячам – 134 в 16 игрок. Сипсельмаш уже в этом году встречался с Байкалом Энергии и уступил со счетом 5-10. Под видеонаблюдением каждый дошкольник Доволенского района. В 11 детских садах райцентра установили видеонаблюдение. В школах подобные системы работают уже несколько лет. В прошлом году из местного бюджета выделили около 800 тысяч рублей на установку оборудования в детсадах. Камеры позволяют просматривать прилегающую территорию, вход в здание и коридоры. В группах видеонаблюдения пока нет, но при необходимости камеры готовы установить и там. Правила дорожного движения в стихотворной форме. Из-за морозов учеников в школах Болотного немного, поэтому преподаватели объединяют детей из разных классов в группы и проводят уроки безопасности. Занятия проходят в форме игры. Главное правило – никаких оценок. Инспекторы на уроках присутствуют лично. За прошлый год в районе не произошло ни одного дорожного происшествия по вине несовершеннолетних. Инспекторы ДПС думают проводить подобные уроки и для взрослых. Белое пятно. В Центральной библиотеке Баганского района проходит книжная выставка. Участники – опытные мастера слова с большими тиражами. Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» – это открытые площадки. В библиотеках, вузах, школах и арт-кафе проходят творческие встречи и общественные дискуссии, литературные эксперименты и соревнования по чтению вслух. Всех желающих ждут в Центральной библиотеке Багана. Экспозиция будет работать до 1 марта. 20 января в Старом доме Ксения Петербуржская. Это воплощение одной из самых необычных легенд. И при этом совершенно неожиданный, карнавальный, игровой, а порой и мистический рассказ о чем-то универсальном. О происхождении добра и зла, о старинных и современных чудесах, о вере, прощении и способности жертвовать собой ради других. Больше ста фотографий от 48 участников из разных городов Сибири выставлены в Музее природы. На снимках животный мир, пейзажи и ландшафты. Профессионалы и любители знакомят посетителей с красотами незабываемого Алтая, мистического Байкала, видами на Белуху, излучными Катуни. На стенах музея фотополотна с эксклюзивными объектами и редкими сюжетами. Дядюшкин сон в глобусе. Постановка по повести Федора Достоевского. История о явлении князя Ка в заснеженный провинциальный город. Спектакль о нравах провинциального общества, слухах и интригах. Режиссер Алексей Крикливый. Ты поступишь в лучшую академию. Я все спланировала. Все твою жизнь. Каждый час, каждого дня, каждой недели, каждого месяца, целого года всей твоей жизни. И никаких неожиданностей. В кинотеатрах Новосибирска мультфильм «Маленький принц». Мир невозможен без фантазии и приключений. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в который время на друзей предусмотрено только следующим летом. Однако этот план трещит по швам, когда в ее жизнь врывается странный сосед с невероятными рассказами о маленьком принце и далеких звездах. Осталось только починить самолет и в путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok